Всем привет! Это видео о том, как озвучить текст голосом робота. Рассмотрим разные способы озвучивания, а более детально остановимся на том, который самый лучший. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу, а иногда даже требуется озвучить видеоролик голосом робота. Так, в зависимости от поставленной задачи, для озвучивания текста можно использовать три способа. Расширение для браузеров, для озвучивания выделенного текста веб-страницы, онлайн-сервисы, программы для ПК. Начнём с расширений для браузеров. Расширения читалки текстов для браузеров подойдут вам в том случае, если текст с веб-страницы нужно просто прослушать. Очень удобно, когда нужно прочитать, например, большую статью. Я покажу на Google Chrome. Но такие расширения есть у всех популярных браузеров. Видео о топе бесплатных интернет-браузеров для Windows смотрите на нашем канале. Ссылка будет в описании. У меня на вскидку получилось установить и опробовать такие расширения, как SpeakText, SpeakIt, озвучить текст, читатель выбор. Принцип работы их предельно прост. Установите расширение, ссылки на перечисленные будут в описании. Выделите с помощью мыши текст и кликните на нём правой кнопкой мыши. Выберите расширение из меню и оно прочитает выделенный текст. Главным персонажем испанского алтаря стала не Дева Мария, которой он посвящен, а поэт Найл Точка, писавший в её честь стихи. В Эрмитаже хранится первое произведение жанра приключений в мировой литературе. Рим обзавёлся мощным флотом, только скопировав корабли врага. Торговый город, за который спорили Фрезе и Франки, породила и убила река. Сервисы для озвучивания голосом онлайн. В большинстве случаев озвучка текста голосом онлайн довольно стандартизирована. Кроме этого, бесплатный функционал большинства онлайн-сервисов ограничен текстом объёмом в 250-300 символов, но не более тысячи. А за полноценные возможности голосового движка и воспроизведение больших объёмов материала придётся заплатить. Существует много популярных сервисов, способных озвучить текст онлайн. Покажу несколько. Первый из ресурсов, направленный на воспроизведение текста голосом онлайн, это Акапелла. Её движок обладает достаточно качественным уровнем звучания. Есть выбор женского и мужского голоса. Но русский представлен только женским голосом Алёна. При этом объём бесплатно воспроизводимого текста ограничен тремя стами символами, а за более широкие возможности придётся доплачивать. Цель озвучивания текста роботом бывает самой разной. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Ещё одна говорилка онлайн, это сервис Text-to-Speech. Максимальный размер воспроизведимого текста здесь около 1000 символов. Качество воспроизведения также находится на приемлемом уровне. Чтобы прослушать нужный нам текст с помощью данного голосового движка, выберите русский язык. Language, Russian. Введите нужный для прослушивания текст, а затем нажмите Say it. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить, кто-то хочет текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Всем известный Google Переводчик также может быть использован для озвучивания текста. К его плюсам бы я отнёс отсутствие классического ограничения на несколько сот символов и бесплатный характер ресурса. К минусам – голосовое воспроизведение текста может уступать платным конкурентам. Для воспроизведения текста с помощью данного переводчика введите или вставьте в окно требуемый текст, а затем нажмите на кнопочку с изображением динамика в самом низу. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Все ссылки на описанные сервисы будут в описании. Программы для чтения голосом. При разборе темы о сервисах для чтения голосом текстов нельзя не упомянуть соответствующие программы для ПК. Я бы отметил такие продукты, как Говорилка и Ивона. Ссылки на них будут в описании. Говорилка – это неплохой инструмент, огромное преимущество которого – это то, что он бесплатный. Ну и качество озвучки на нормальном уровне, смотря для чего нужно. Настройки программы минимальны, как и функции. Просто вставьте текст в окно, выберите голос, установите скорость и громкость и нажмите кнопку «Читать текст». Говорилка – неплохой инструмент, огромное преимущество которого – это то, что он бесплатный. Ну и качество озвучки на нормальном уровне. Но больше всего мне понравилась Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале. Ссылку на него оставляю в описании. Посмотрите, по-моему, получилось неплохо. Пользоваться Ивона Ридер также несложно. Установите и запустите программу, и перед вами откроется стартовая панель программы. С ее помощью можно открыть текстовый документ целиком, нажав кнопку «Read Text Document». Чтобы озвучить только часть какого-то текста, откройте чистую страницу программы, нажав кнопку «New Document». И вставьте в нее нужный текст. Выберите голос из всплывающего меню, которое расположено в правом верхнем углу окна программы. И нажмите кнопку «Читать». Но, больше всего мне нравится Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале. Ссылку на него оставлю в описании. Лично мне показался наиболее качественно читающим голос Татьяна. Но при желании можно установить и другие голоса. Настроек в Ивона Ридер достаточно много. Можно настроить как сам голосовой движок, так и осуществить отдельно настройки читающего голоса. Хочу особенно отметить функцию Ивона Ридер – чтение текста прямиком в аудиофайл, который в дальнейшем можно прослушивать на любом устройстве или использовать для других целей. Для этого. Нажмите соответствующую кнопку «Read to File». Назовите создаваемый аудиофайл. Выберите аудиоформат и качество звука. Укажите параметры деления одним файлом или по абзацам. Путь для сохранения файла. Голос чтения. Громкость и скорость. Нажимаем «Read to File». Вот наш файл в выбранном формате. Но, больше всего мне нравится Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале. Ссылку на него оставлю в описании. Как вывод хочу добавить, что если вас интересует озвучка текста голосом онлайн, то она может быть реализована как с помощью онлайн-сервисов, так и отдельных программ для ПК. На данный момент выбор уже достаточно широк. При этом, в большинстве случаев, их бесплатный функционал ограничен длительностью читаемого текста, его качеством или воспроизводимыми голосами. Тем не менее, можно воспользоваться возможностями обычных программ, в частности, упомянутых выше «Говорилка» или «Ивона Ридер», которые помогут воспроизвести нужный вам текст без каких-либо проблем. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было интересным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.